Друзья, всем привет. США не хотят, чтобы Россия продавала природный газ, не хотят, чтобы развивалась наша газовая отрасль, не хотят. Ничего личного. Это же бизнес. Деньги не пахнут. Мы не помогаем России развиваться и обходить санкции, мы просто зарабатываем свои деньги. А куда девать наши суда? И так далее. Эти американские отговорки можно слышать регулярно, когда разговор заходит о государственных пенсионных фондах США. Финансисты этого учреждения не глупые люди. Они умеют просчитывать выгодные вложения на многие годы вперед, чтобы сохранить и приумножить средства этих фондов. В январе 2022 года они произвели выгодное во всех отношениях размещение средств. Серьезные деньги были потрачены на покупку газовозов. Все предельно ясно. Газовый бизнес на взлете. Развитие его будет продолжаться в ближайшие 20 лет, и такое обеспечение будет. Финансов абсолютно оправдано. Но. Есть одно удивительное. Но. Деньги то они вложили. Выгодно? Да. Вот только газовозы, которые приобрели пенсионный фонд Вашингтона, Нью-Йорка и Филадельфии могут перевозить газ исключительно с российского проекта «Ямал природный газ». И буквально через месяц после покупки началось. Кто же мог знать, что Россия и здесь им все обломает? Контракты с РФ подписаны. Суда специализированные. Ледового класса. Использовать их не в арктических широтах – это все равно, что возить уголь спутниками. Поэтому хочешь, не хочешь, а американцы принимают на свои борты российский жиженый газ с проекта «Ямал», который находится под американскими санкциями, и везут его в Китай. Ну, шикардос ведь. История покупки весьма банальна. Штатовская инвесткомпания «Станипиак», которая привлекает деньги тех самых пенсионных фондов, по случаю выгодно прикупила бизнес у фирмы «Сиапиак». Таким образом, она стала совладельцем десятков судов. В их числе оказались и 16 танкеров ледового класса, которые обслуживали российский проект «Ямал». Это называется «вляпались по самые-самые». А куда теперь деваться? Продать эти суда можно только России. Наши не сильно торопятся с покупкой, так как прекрасно понимают, что американцы с нашей газовой иглы не слезут и будут продолжать перевозить российский газ. «Пополняя доходы нашего предприятия и внося свой вклад в поток денежек в российскую казну. А если совсем их прижмет, то, конечно, купим, но сильно поторгуемся. Надо же и пенсионным фондам США делиться с нами. Не всегда же коту масленица». Основатель Арктического Вашингтонского института Мальти Хамперт привел интересную статистику. За 2024 год более трети всех поставок с «Ямал» газа были произведены на судах компании «Сиапиак». Без этих судов Новотек, а значит и Россия, не смогли бы экспортировать газ с крупнейшего проекта страны. Эти газовозы были специально спроектированы для перевозки российского газа из Арктики в Европу и Азию. Другого рынка или цели для них нет, заявил он. Более того, он также подтвердил тот факт, что первую отгрузку по Северному морскому пути в этом году по маршруту из России в Китай в начале июля также совершил танкер, принадлежащий Америке. То есть, американцы вольно или невольно, но изо всех сил помогают России развивать и крупнейший в стране газовый проект, и крупнейший в стране транспортный проект. Несмотря на поддержку всех инициатив с американскими и европейскими санкциями, также плевать на них хотели, когда речь заходит о собственных интересах большинство французских компаний. Что касается газовой темы, то одна из крупнейших в мире французская компания Total Energy SE продолжает оставаться акционером проекта «Ямалгаз». Она вообще не собирает разрывать отношения с Россией и выполняет все условия подписанных ранее договоренностей. Духи ЕС нашептали местным политикам-шаманам, что нефть и газ из России – это бяка. Галлюциногенные грибочки фейков делают свое дело безотказно. Весь есовский политикум кинулся исполнять волю духов, мнение которых с какой-то фантастической точностью совпадает с написанной методичкой американского обкома. Объяснить поведение лидеров европейских государств с точки зрения нормальности невозможно. Это граничит с безумием, и оно заразно. Практически все энергетические трубопроводы в ЕС закрыты. Недавно участь закрытого крана постигла и нефтепровод «Дружба». Таким образом, правящая в Европе банда решила наказать одного из своих непослушников – Венгрию. Нефти там больше не будет. Европейцам осталось каких-то полгода, чтобы попытаться договориться с Россией и решить вопрос о продлении своего существования с гарантированными поставками газа. Но кому это нужно? Оказывается, необходимо всем. Вот только признаваться в этом – это значит поставить себя в один ряд с венграми. К чему приводит, стоят американским интересом, все уже видит. Орбан превратился в изгоя. Ему отказывают даже в правах, которые прописаны в договоре Евросоюза. Никаких дотаций, никаких открытых границ для поставок необходимых стране энергоресурсов, никаких преференций для венгерских товаров и так далее. Похоже, что венгры теперь будут кровно заинтересованы в выходе из Евросоюза, и им остается только ждать, когда образуется венгерско-российская граница. Тогда можно будет восстановить прямые торговые отношения с Россией. А пока европейцы пытаются самым смешным образом освободиться из своей же собственной удавки. Газ по трубе скоро перекроют. Где брать ненавистные российские молекулы, без которых вообще труба? Пока действует договор на поставку газа, но в последний день 2024 года все изменится. Значит, надо что-то предпринимать европейцам. Разговоры о новом контракте с Газпромом через посредничество какого-то европейского представителя уже стихли. В ряду претендентов на такое сотрудничество были Орбан и Фитца. Первому уже выдвинули ультиматум и буквально вытолкали за двери европейской политики. Так что ни о какой договороспособности со стороны ЕС речи нет. Выходы находят просто уникальные. Например, можно взять газ в Азербайджане. Ух ты, как интересно. Нет, газ-то там есть. Вот только такого количества добывать физически невозможно. Зато можно продавать. И если Азербайджан готов такие поставки делать, то Европа готова переплачивать за тяжкие труды переименования российского газа в азербайджанский. Наблюдатели за исполнением санкций против молекул должны окриветь на оба глаза и не замечать превращение Газпрома в соцсор. А что еще делать-то? Промышленность и так на последнем издыхании. Благосостояние народа падает, недовольство масс растет. Кризис буквально революционный. Верхи все больше не могут, а низы все больше не хотят. Европа должна быть полностью зависима от поставок энергетического сырья от США. Тогда ею можно управлять в ручном режиме. Ничего удивительного не произойдет, если в конце года даже найдется какая-то страна в ЕС, которая захочет стать прямым участником нового контракта с Газпромом и арендует трубу на несколько лет, чтобы продолжить получать газ из России. Вот Америка, похоже, и заканчивается как глобальная империя. После официального выступления кандидата вице-президента США Винса становится понятно, что стратегии республиканцев будет не просто сдерживанием, а удушение Китая. Вот только с учетом глобальных связей этого самого Китая-Америки потребуется нечто большее, чем просто сдерживание. Фактически они хотят Китая изолировать. Нам в России очень смешно слышать речи про изоляцию в исполнении США. За все четыре года при Байдоне Вашингтон так и не смог справиться с задачей изоляции России, но зато успешно справился с задачей, которую точно себе не ставил разругаться со многими союзниками. Дело в том, что Америка давно уже не торт, и даже Америка вместе с Европой, Канадой, Британией, которая вышла из ЕС, и даже вместе с Японией и Южной Кореей тоже уже не представляют даже контрольный пакет мировой экономики. России более чем достаточно другой половины мира для того, чтобы процветать и уснедуть при всех американских усилиях. И это еще надо признать. При всех тех обстоятельствах, что Запад отнюдь не сдержал своих обещаний по санкциям, и фактически удается многие позиции туда продавать. Европа и Британия искренне делают вид, что негадуют на то, что Индия закупает нефть у России, и тем не менее они не отказываются от индийских нефтепродуктов, отлично зная, что их денежки в конечном итоге идут в российскую казну. Но штука в том, что все это про Россию, США разругались с огромным количеством союзников, потому что требовали от них отказаться от экономических связей с Россией. А что же начнется, когда Штаты попробуют заставить отказаться от Китая? Вот здесь как раз особой-то загадки и нет. Европа, например, чрезвычайно покорна и податлива, вопрос к своего экономического характере. Европа уже, считай, продавлена по поводу введения санкций против Китая. Впрочем, санкции там уже начались и не один месяц длятся. Если сравнивать с Россией, то отношения ЕС и Пекина находятся где-то на уровне 2020 года, когда всему миру со стороны казалось, что еще есть выбор, между тем совершить Европа глупость или нет.